вот недостаток который нашел ходе эксплуатации на фада не а это аккумуляторы вот здесь такие аккумуляторы 6 штук вы мощности хватает всего в чем что зафиксированы вот они здесь просто в принципе качество ничего везде идет на круглой трубе и здесь идет хорошая сварка все это обработано крашена краску такой немножко даже напоминает как порошковую видите где большая массивная труба по качеству пока меня все нравится клипсы везде защелки все целое разобрал все аккуратно разобралась ничего нигде не сломалась снимать аккумуляторы потому что это не дело все болтается тарахтит сейчас буду их снимать хочу это все обешумить и закрепить будем в ходе процесса я все обклеил обешумкой все полностью очень глухой стук появился звук будем улаживать аккумуляторы и придумать какие-то крепления вот я сделал такую пластинку с родной здесь ларис ба я прикрутил болтик я их согнул вот так вот буквально просверил здесь отверстие и поставил сквозной болт гаечку получается так вот лежал этот болт мешать не будет так как аккумулятор у нас здесь вот выступает он не плотно и от болт как раз спрятался под выступ эти три аккумулятора у нас закреплены четко даже не болтается и вообще не болтается те проклеил вот такую обешумочку под эту пластинку и дотянул этот болтик будем прикреплять остальных три эти три аккумулятора я проклеил мягкой обешумкой засудились они очень плотно сверху будет здесь пластиковая подножка поэтому деваться им некуда смотрите насколько они плотно сидят что я подымаю мотороллер тяну за аккумулятор и подымать тут я затянулся все четко будем собирать из пластика подсоединять клеммы клеммы идут с минуса на плюс с минуса на плюс с минуса на плюс все собрал на место с аккумулятором проблема решена все работает аккумулятор подсоединение все правильно частично и без шума после того как я закрепил батарей закрепил аккумуляторы сейчас едет он вообще идеально без каких-либо посторонних шумом звуков там сокотов грохотов 40 километров в час по частному сектору из малейшего постороннего звука пербом кататься дальше смотреть полностью насколько хватит заряда батареи я на нем ехал с на московска ехал я второй передачи и тут три режима 1 2 3 вот я ехал на второй передачи он ехал 41 километр в час четко подымался на виду ты подымался под гору скорость падала на один километр если где-то был там затяжной такой виду я ехал скорость упала до 40 так в основном была скорость 41 держалась четко при этом у с мощности полтора киловатта он не боится горы не боится подъема с моим весом 86 килограмм мощности хватает подняться без потери скорость вот у нас первая передача включена посмотрим сколько на полный газ он едет на первой передаче полный газ на первой передаче он едет 31 сейчас включаем вторую передачу разворачиваемся на второй передачи у нас получился 41 включаем 3 проверяем на 3 передачи максим пошел разум максимальный разгон его был 47 километров попробуем сейчас подняться на подъем довольно немаленький на 2 передачи у нас был максимум 41 попробуем на гору с какой скоростью он поднимется вот на эту горку мы только что заехали и скорость у нас получилось 38 километров упала всего лишь на 3 километра сейчас батарея показывает заряд еще две палочки но это в спокойном состоянии только я начну давать нагрузку разгон спутки начинает при полном максимум нажатие ручки газа он разгоняется но дергается едет рывками опускает если потихонечку разгоняетесь он как бы разгоняется скорость упала где-то примерно на 3-4 километра я ехал на заряженном он ехал на второй скорости 41 то сейчас он едет 35 36 где-то так больше он уже не разгоняется и здесь сейчас увидите буду ехать на приборке начинает гореть индикатор как бы бензоколонка с резеткой что уже пора ставить на зарядку вот как он начал дергаться и загорелся индикатор я уже проехал в районе четырех километров он еще едет смысл того что если вы будете ехать и у вас мопед начнет резком разгоне рывками дергаться это уже подсела батарея ее надо зарядить но это не означает что все останавливается я сейчас буду замерять чтобы он еще проедет на севшая батарея вот индикатор сразу при разгоне падает я даю ручку в пол вот он начинает рывками ехать просто разгон разгон я сейчас ручку чуть попущу все он пошел на приборке загорается индикатор заряда вот идет разгон у нас пошло дергание и загорается у нас то его надо уже заряжать но он едет попробуем сколько километров я еще проеду при таком режиме вот я его уже практически домучил вы видите уже полностью тухнет заряд батареи индикатор даже последняя красная полоска уже идет до укрывания видите тухнет уже последняя красная полоска это показывает что аккумулятор уже разряд после того как он начал дергаться показывать индикатор заряда батареи я еще проехал почти шесть половиной километров как бы он еще едет но уже очень слабо постоянно при разгоне начинаются толчки рывки мигает индикатор тухнут вообще все палочки на аккумуляторе получается если мопед задергался при резком нажатии газа при разгоне это уже надо заряжать батареи но видите я еще проехал шесть половины ну грубо рядом до семи километров еще можно было проехать допускать нежелательно чтобы батарея сильно разряжалась потому что я батареи не любят глубокой разрядки лучше от мопед начал дергаться если вы недалеко все рассчитали приехали домой да не надо добивать батареи уже чтобы он вообще не ехал ставьте его на зарядку и заряжайте 6 8 часов сколько положено по инструкции в общем вот на заряде батареи я проехал в 46 километров из этих 46 километров километров наверно до 10 я проехал пассажиром получается у меня 85 86 килограмм плюс пассажир 50 55 килограмм вот с нагрузкой еще 55 килограмм я проехал до 10 километров как бы это весомая нагрузка потому что по скорости я почувствовал что уже если я ехал на второй передаче 41 1 то вдвоем мы уже ехали 36 35 уже ему тяжелее было любому батарея села немножко быстрее из-за нагрузки еще один такой немаловажный факт что здесь спидометр показывает метры но он не фиксирует их в основной километраж вот например я по улице проехался он мне показал здесь вот этот последний нолик показал здесь восьмерочку пути параб я проехал 800 метров я выключил зажигание у вас при выключении зажигания сбивается суточник включая зажигание показывает мне общий километраж сейчас показывает 46 километров вот я по улице ездил я там приходили знакомы ездили вот в общем тоже накатал где-то может быть километров до десяти и она не показала мне в основной километров почему потому что не переходила на километры он метра не фиксирует вот если будет 900 метров я выключил зажигание включил здесь сбилась по нулям туда ничего не добавляется я вот так вот могу проездить 10 раз по 900 метров и мне 10 километров она не запишет оно как было например там 36 так 36 километров и осталось хотя мопед проехал по факту еще километров 8-10 как бы это первый тест сейчас мы поставим на зарядку полностью зарядим и попробуем километраж без вот этих метров если выехали проехаться там хотя бы 10-15 километров еще 10-15 километров еще 10-15 километров и посмотрим сколько он на полном заряде нам покажет пробег вот у нас вот такой блок питания сейчас индикатор горит зеленый диодик у нас здесь вот такая вилочка и и по другому не вставишь такая как в компьютере снизу нас под сиденьем крышка как бы ключев бензобака мы открываем и здесь разъем ставим его на зарядку и у нас индикатор загорелся красным я еще не знаю это первая зарядка но я так думаю что когда аккумулятор будет достаточно заряженным наверное он будет обратно горит зеленым вот у нас утро индикатор горит зеленый говорит о том что скутер зарядился всем спасибо подписывайтесь на канал будем рассказывать еще больше про эту модель сделаем еще один видео обзор это был саня механик всем пока